Погода в начале июля с каждым днем удивляет. На протяжении нескольких дней столбики термометров не опускаются ниже плюс 30. Официально с 9 июля на территории республики Мариел разрешено посещать общественный пляж, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Волжск расположен на левом берегу Волги, поэтому подходов и подъездов к воде достаточно много. Некоторые волжане, пренебрегая своей безопасностью, отправляются купаться на малоизвестные заливы. Однако подводных камней в таких местах достаточно. Там может оказаться множество водорослей, острых предметов или даже строительные обломки. Наша Волга, конечно, соответственно, много имеет мест, подходящих для мест купания. Однако много очень коряк, пеньков и все остальное, что не обеспечит безопасность на водных объектах. Поэтому большая просьба родителей, в первую очередь, не допускать детей купаться в неизвестных местах. Официально безопасным в Волжске является только один городской пляж, который находится в микрорайоне Заря. Волжане называют его «кулички». Допуск к эксплуатации этой прибрежной зоны выдается только после освидетельствования государственными инспекторами ГИМС на соответствие требованиям правил охраны жизни людей на водных объектах. Как пояснили в ведомстве, Волжский городской пляж еще в конце июня прошел полную проверку. Пляж был принят не с первого раза. Было два выезда у нас. Первый раз не было подготовлено нормально аншлаги, таблички запрещающие, где у нас в местах купания спасательный пост не оборудован так, как необходимо. На второй раз уже все молодые ребята, как говорится, потрудились спасатели. Соответственно, с теми девчонки, которые сейчас стали у нас здесь заниматься, исправили все необходимое. И уже 30-го числа пляж был принят. Спасательный пост укомплектован полностью, таблички установлены все в соответствии с законодательством. Множество волжан еще до официального открытия купального сезона в эти жаркие дни отправились на кулички. Мне здесь нравится, я не первый раз сюда приезжаю. Но хотелось бы, конечно, чтобы этот пляж был посовременнее, например, как Зеленодольский пляж. Хотелось бы очень. Потому что как в 80-е возвращаешься, хотелось бы, конечно, каких-то изменений. Удобно, хорошее дно, песок. Просто в этом году ехать некуда. Сама вода, пляж вроде бы более-менее благоустроен, но в Зеленодольском немножко лучше. А больше куда у нас? Один как вот пляж, красивый, да? Детский пляж организован хорошо, но водоросли есть. Конечно, бы хотелось, чтобы немножко это почистили. Я так думаю, только здесь организовано. Безопасно. А так, под свой страх и риск. Причинами происшествий на воде зачастую становится перегрев организма на солнце, злоупотребление спиртными напитками и невнимательность родителей по отношению к своим детям. По статистике аварийно-спасательной службы по Волжскому району, за аналогичный период в 2019 году было зарегистрировано 4 происшествия на воде. Один из примеров того, как родители не успели помочь своему ребенку, недавно произошел в Звениговском районе. Не оставляйте детей без присмотра. Вода – это такая вещь, что достаточно 3-5 секунд, отвернулись, все, ребенка нету. А где он? Ну, естественно, где утонул. Вот в Звениговском районе девочка 9 лет утонула. Дети купаются отдельно, родители сидят совершенно в этих местах. Больное место в нашем городе – это на плавной мост возле спасательной станции. Там, где дети, прыгают с моста. Там рядом лодочная станция. И родители, похоже, вообще не региваются на те вещи. Пожалуйста, родителей, не отпускайте своих детей купаться в одиночку. Температура воздуха держится на отметке плюс 30 градусов, но вода при этом имеет показатель плюс 21. От резких перепадов у некоторых людей организм может не выдержать такой нагрузки. И в результате это может привести к трагическим последствиям. Температура тела человеческая – 36,6. Плюс у нас любители еще на грудь принять, там это уже под 40, а вода – 20. Если вы резко прыгаете в воду, организм, естественно, борется сначала, а потом резко, как говорится, отказывает. В основном вот тонут люди из-за чего, что резко прыгнули, быстро поплыли на глубину. А потом обессиливают, получается спазм в горле. И большинство людей даже не кричат «помогите», а просто тупо уходят под воду, молча. Первичные способы помощи, к сожалению, знают не все отдыхающие на берегах Волги. Чтобы суметь быстро среагировать и не оставить в беде, в первую очередь нужно не поддаваться панике. Если это случилось на воде, то подплывают захватом сзади, буксируют на берег, и можно через колено, можно сначала воду слить, потом перевернуть на спину, подложить под голову валик или ту же футболку что-нибудь, убрать с полости рта воду, и производится искусственное дыхание. Два вдоха и 30 нажиманий в область груди, массаж сердца непрямой. За безопасностью на водных объектах следят не только сотрудники аварийно-спасательной службы, но и представители государственной инспекции по маломирным судам, которые инспектируют граждан, отдыхающих на лодках вдоль берегов. Судоводители должны соблюдать в первую очередь это безопасный пассажир в пути следования. Количество спасательных жилетов должно быть по количеству людей на борту. К комплектации судна должно быть и конец Александрова, или круг спасательный, соответственно. Должны быть также и черпак плавающий, якорь с якорь тросом. В принципе, все судоводители это знают, у них вписано все это в судовом билете, все необходимые комплектации. Однако не все волжане адекватно реагируют на замечания сотрудников ведомства. Как говорят синоптики, такой небывало жаркой погоды давно не наблюдалось. Поэтому практически каждый волжанин в будние или выходные дни стремится к воде. Но главное, чтобы отдых прошел спокойно и без происшествий, необходимо соблюдать меры безопасности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова